Всем привет! У многих из вас под прошлым видео возник вопрос, почему электродами с основным покрытием нельзя все-таки варить сверху вниз. То есть рекомендации завода-изготовителя вам как бы ни о чем не говорят, либо вы просто хотите понять почему именно. Ну что ж, давайте разбираться. А для этого не забудьте усеться поудобнее, налейте себе чайку, смотрите внимательно и не перематывайте. Начали! И для сравнения я буду использовать электроды одной фирмы, но разной марки. Это у нас ОК-46 с рутилцеллюлозным покрытием и СОУ-5 с основным покрытием. Если вы помните, то крайняя цифра обозначает у нас пространственное положение присварки. Единичка это во всех положениях можно варить, а двоечка во всех положениях кроме сверху вниз. Также это еще и продублировано графически. Здесь только снизу вверх, стрелочка наверх, а здесь можно также сверху вниз. Сначала я покажу как варят электроды с рутиллым покрытием в данном положении, а потом сравним уже с основными. И покажу я вам это на профильной трубе 40х40. Прихватил ее между собой под углом. Сейчас поставлю вертикально. Первый шовчик проварю просто под углом по диагонали, а второй уже на вертикали сверху вниз. И начну с электродов ОК-46. Но я не буду подробно рассказывать как варить такие швы, поскольку такое видео уже есть на канале. И если кому интересно, ссылочку на него я оставлю внизу в описании под видео. Сейчас же мы просто рассмотрим разницу и выясним почему нельзя варить электродами со сным покрытием сверху вниз. Зажигаю электрод и тихонечку веду, и как видно, шлак весь находится позади сварочной ванны. Легко контролируется и на ванну не нарезает. И так же на вертикали сверху вниз, как видно, шлак весь находится позади сварочной ванны. Ну и давайте отобьем шлак и посмотрим результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот что получается. Сверху вниз и под углом, по диагонали. Теперь сравним с электродами СУ-5. Они, как я уже сказал, с основным покрытием. Начнем со сварки диагонального шла. Здесь, как мы уже видим, шлак всячески пытается залезть на ванну и мешает нам самой сварке. Все-таки можно его, конечно, выгнать оттуда, но посмотрим результат. Ну и при вертикальном шве, сверху вниз, то же самое, да? Шлак у нас прям налазит на ванну и не дает нормально варить. Да, и в большинстве случаев он просто стекает весь вниз. И в итоге получается, что шов мы заварить, в принципе, заварили, но отбивать тут уже практически нечего. Шлака уже, как такового, здесь нет. И вот такие швы получаются. Вот поэтому производители и не рекомендуют использовать электроды с основным покрытием для сварки в положении сверху вниз, поскольку сварочная ванна плохо защищена от агрессивной среды, а воздух, которым мы дышим, является средой агрессивной. И, во-вторых, шов у нас кристаллизуется намного быстрее. Это, в свою очередь, опять же, ведет к последствиям, поскольку для правильного формирования шва он должен оставать у нас под шлаком. А его, как мы видели во втором случае, практически не было. И уже получается, что данный шов не соответствует предъявляемым требованиям этих электродов, поэтому его и исключают. А на этом я буду с вами обращаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным, и мы все же в этом разобрались. Подписывайтесь на канал, заходите на мою страницу ВКонтакте. Ну все, ребята, до новых встреч. Пока!